У нас в Саратове клиенты наши работают осенью, вот сейчас у них не все районы позволяют им убрать, они могут и зимой убирать, то непосредственно в ранний весенний период, когда температура там начинает от плюс пяти или когда есть возможность выйти в поле, потому что у кого-то есть туманы, у кого-то есть какие-то операции там дискование, оборонование и так далее. То есть под эту операцию заходит опрыскиватель и вносит препарат в почву. В Саратове мы заходили 4 года назад с данным препаратом, тогда там была проблема эта ржавчина. Сейчас она остается, но уже помимо нее другие болезни прогрессируют. И тогда у нас в первый год внесения ржавчина была не на всех ярусах, а только на верхних ярусах листа, то есть нижний ярус мы побеждали. Будущие пассивы пшеницы можно обезопасить, наша компания предлагает два решения. Это работа с самим семенным материалом, то есть бактериальные препараты, которые в обработку семян добавляются, и они позволяют защищать корневую систему на протяжении практически всей вегетации. В принципе, другие действующие существа этого не позволяют, потому что они работают либо возле семени, либо по сокодвижению внутри растения, то есть по вегетации, а кое они остаются беззащитными. А большинство болезней у нас идет с почвы. Это первый метод защиты, то есть контактируя с растением. Второй метод защиты, который мы предлагаем, который легко и доступно интегрируется в системе защиты клиента, это работа в почву, то есть внося оргами КУФ. Для клиента это, я же говорю еще раз, недорого, и это не ломает его систему защиты, его мировоззрения на данный момент, когда люди прям не хотят ничего менять, но хотят снизить затраты. Это вот этот момент. Если же они уже приходят больше к биометоду, то, конечно же, мы добавляем бактериальные препараты на обработку семян. Те препараты, которые мы рекомендуем на обработку семян, там две бактерии. Вот если взять бактерию оргами КС, она в споре, то есть ее можно применять уже в баковых смесях с любыми химическими пестицидами, в отличие от оргами КФ, которую мы вносим в почву, потому что ее будет подавлять химические пестициды. Так вот, единственный нюанс – это не больше 16 часов должен быть рабочий раствор. То есть вы залили в баковую смесь, там 10 литров, как правило, обработали семена, это надо сделать в течение 16 часов. Как правило, это делается очень быстро. Просто если вы оставили по какой-то причине дольше 16 часов, то возможно, что бактерия прорастет, и какой-то химический пестицид может слегка концентрацию уменьшить. Такое может быть. Пока она в споре, ее никто не может проникнуть и уничтожить. Соответственно, выйдет она из спора только в тот момент, когда начинает прорастать семя. Семя, когда прорастает, выделяет сахара, то есть является пищей. Это является сигналом для прорастания. И она прорастает, колонизирует корневую систему. Верх не может, потому что там солнечная инсталляция не дает развиваться. А химический пестицид, который применили вы на семени, он убил то, что есть на семени. Опять-таки грибную основу, не бактериальную. В почве там микроны, то есть если посмотреть, там он практически почву не защищает никак, и корень не защищает. И когда растение начинает прорастать, так как он в основном системный, он уже в семени, он по сокодвижению движется вверх, потому они не конкурируют. То есть это тоже элемент интегрированной системы защиты. Вот если посмотреть последние шесть лет в сельском хозяйстве у нас на юге, то каждый год не похожи друг на друга. И есть такая закономерность, это баланс осадков. То есть у нас либо зима дождливая, либо весна, ну то есть всегда когда-то он идет в том объеме, который он должен вылиться. За лето у нас очень много было дождя, и маловероятно, что у нас будет такая дождливая осень. То есть высока вероятность, что будет как 19-й год, когда была засуха. То есть может быть какие-то кратковременные, но я не думаю, что у нас будет сильно заливать в осень. Соответственно, исходя из этого, температура у нас идет пока плавно на снижение. Я отталкиваюсь от прошлых лет, скорее всего у нас никаких вспышек осенью не будет. То есть все вспышки, которые были, они у нас были с весны по лето. Все их получили. То, что у нас высокое сейчас накопление грибной инфекции, ввиду тех проблем, которые были на зерновых, да, это есть. Но я думаю, все сельхозпроизводители сейчас обрабатывают семена, независимо от того, какая цена. Если они решили сеять эту культуру, они будут обрабатывать. Там, где не будут обрабатывать, тогда будут вспышки. А так, в целом, те меры, которые применяли, они сдерживают эту вспышку. Вот весна, там уже будет интересней. В зависимости от того, что они сделали сейчас с почвой, с семенами. Осенью не думаю, что будет что-то страшное. Тяжело сказать, потому что у нас, если взять любой регион, он делится не то, что на районы, а даже, наверное, на сельхозпроизводителей, где проходят дожди, где не проходят дожди, ну, вы понимаете, да, чем я. И вот у нас такая же ситуация. То есть есть один район, рядом два клиента, у одного все хорошо, то есть и с разложением и так далее. У другого пока лежит, ничего не видно. Потому что не прошли ни осадки, и почва как камень. То есть есть такие моменты. Поэтому где благоприятные условия, там все идет как должно. Где не благоприятные условия, там пока в ожидании. Также вот в Саратов. Те, кто, ребята, ближе к Волге, у них все хорошо, влага есть. Хотя сейчас они посмотрят, скажут, что у нас влаги нет, то он рассказывает. А вот, но если сравнить с соседями, то у соседей, которые подальше от Волги, там нет. И ребята многие с озимой сейчас ждут. То есть вот на прошлой неделе порядка двух с половиной тысяч, по-моему, только посели озимых из всех плановых. Потому что цены нет, там цена в полу уже ниже, чем у нас. И смысла нет в пыль. Тем более у них зима быстро приходит не так, как у нас. Это мы можем размейно сеять хоть до декабря. Вот. У нас, я думаю, все мягче. Я думаю, что все-таки другие регионы уйдут от зерновой группы. То есть перейдут, наверное, на масличку и бобовые. А мы, наверное, сконцентрируемся на зерновых и частично на масличных. Да, нам придется переходить в интегрируемую систему защиты. То есть есть клиенты, которые уже работают не первый год. У них нет провалов в урожае. То есть и, в принципе, селекцию они ежегодно не меняют. И поставщиков химических действующих веществ не подбирают, зависимо от того, какие в стране проблемы. То есть у них есть поставщики и все хорошо. Каждый год затраты плюс-минус прогнозируемые. Поэтому если клиенты начнут переходить массово на интегрируемую систему защиты, это позволит им более рентабельно выращивать ту продукцию, которую они выращивают. Не метаясь по культурам и так далее.